Крым сегодня отмечает самую молодую, но, пожалуй, самую важную для республики историческую дату. 16 марта состоялся тот самый референдум, на котором при колоссальной явке почти поголовно жители проголосовали за присоединение к России. Строго говоря, торжества почти на неделю. И, как сказал в своей речи Сергей Аксенов, 6 мартовских дней изменили Крым, Россию и мир. Это правда, Крымская весна все перевернула. И сейчас, несмотря на сложный год, крымчане не пожалели о своем решении. Там хорошо понимают, глядя на тот же Донбасс, например, какой судьбы избежали. И как этому радуются, наблюдал сегодня Семен Еремин. Часто спрашивают, а не жалеете ли вы? Нет! Мы не жалеем! Что еще добавить сейчас, год спустя? Севастополь с утра кудит клаксонами, гимнами страны и города, песнями и возгласами. Празднуем по-нашему, по Севастополь, по-руссийски! Даже возложение цветов к мемориалу защитников Севастополя без тени траура, как послание предкам туда на 70 лет назад, наследие их победы отстояли. И не с оружием в руках, а с бюллетенями. Именно 16-го числа каждый из нас был на референдуме, сделал свой выбор. И этот выбор правильный, как показывает история. И мы с тобой за будущее Крыма, все силы без остатка дадим. У нас в судьбе и в сердце невидимых Крым и Россия, Россия и Крым. Крым и Россия, Россия и Крым. Месяц репетиций. В зале их герой, лидер Крымской весны Сергей Аксенов. День первой ее годовщины он начал с теми, за кем будущее. И в тот же час, когда в 2014-м стартовал референдум, пришел с благодарностью. Ведь, как показал анализ, в результат вложились даже те, кому голосовать тогда было еще рано. Благодаря поддержке, в том числе и нашей молодежи, Крымской, в социальных сетях, вы знаете, наверное, вот такой процесс прошел достаточно быстро. Мы просто в себе почувствовали уверенность, что если мы назначим дату голосования, то поддержка будет колоссальной. Триколор везде. Занавес, украшения зала, петлицы. Не крымскому глазу по всему видно. Эйфория еще не прошла, Россию тут ждали. Но на шее этого юного каратиста, бело-сине-красные ленты медалей, мирно и равнозначно соседствуют с жовто-блокитными. Для меня эти все медали очень важны. И российские, и украинские, это то же самое. 96% за. Многонациональный полуостров тогда единогласно выбрал мир. Это общее детище крымчан, и сегодня у него день рождения. Три, четыре. Ура! В этой единичке для четы Анны и Владимира Шпирных много всего. Свадьба, ожидания первенца. Аня на восьмом месяце, потому спокойно, дома, с друзьями, но празднует. Конечно, уже стабильность ощущается какая-то. Ну, вот так вот. Можно будущее спокойно планировать какое-то. А ведь год назад готовились к худшему, вспоминает их друг Андрей. К тому, отчего уже настрадался украинский Донбасс. Охотники, ну, просто у кого легальное оружие и все остальное, запасались патронами. Вот даже, я же говорю, что до сих пор дома стоят эти пакеты, теперь не знаю, что с ними делать, с этими патронами. Год назад Россия подставила Крыму свое вежливое плечо. И от этого оно только окрепло. И, друзья, сегодня мы отмечаем первую годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией. Сказались за то, чтобы быть вместе. И сегодня мы переживем все. Мы перезапустим город Севастополь. Мы перезапустим Крым. Россиян стало сразу двумя миллионами больше. И это главное. Праздничные программы в Севастополе и в Симферополе в разгаре. Вот сейчас выйдет арт-моб возвращения. Впереди еще фейерверки, но ими все не ограничится. Дело в том, что 16 марта это дата проведения референдума. 18-е, и этот день будет выходным, дата подписания межгосударственного соглашения о присоединении Крыма к России. И 21-я дата выхода соответствующего указа президента России. Так что крымчанам еще гулять и гулять. Семен Еремин и Ночукин, Алексей Корниенко, 5 канал, Крым, Севастополь, Симферополь.